В Казанском университете состоялся симпозиум по прецизионной медицине. Главный вопрос данного мероприятия – как улучшить лечение пациентов с онкологическим заболеванием, а далее и вовсе выявлять болезнь до ее возникновения. После официального открытия симпозиума его участники были приглашены в Зоологический музей Казанского университета. Для них была проведена экскурсия, где гости вуза смогли не только увидеть уникальные экспонаты, но и узнать историю университета. Далее ученые отправились в учебную лабораторию Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Делегация ознакомилась с технологиями и оборудованием, благодаря которому медицина может сделать серьезный шаг к победе над раком задолго до первых симптомов. Разнообразие оборудования лаборатории Казанского университета оценили по достоинству. С такими инструментами ученые достигнут больших результатов. Высокие медицинские технологии создают потребность в компетентных и прогрессивных специалистах. В этом отношении в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ для подготовки врачей используются самые инновационные разработки. Именно с ними гости вуза познакомились в симуляционном центре Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Увидел я тут много чего, я не видел и в Америке. То есть, ну, с оборудованием совсем довольно богат университет. И я удивляюсь, откуда такие идеи. Потому что не в каждом американском университете, где я поработал во многих местах, не каждый имеет такое оборудование. Могут многие позавидовать, скажем так. Уже сейчас понятно, что наука ушла далеко вперед и продолжает развиваться. Но докторам донести новейшие знания пока не удается. Будущее здоровья всего мира станет доступно. Нужно лишь объединить ученых и врачей, дать им нужное оборудование и финансы. Нам же остается только ждать этого воссоединения.